Здравствуйте! В эфире программа «Сарапл Вести» и мы расскажем вам самые последние новости из жизни города. Урок мужества. Торжественное мероприятие с таким названием прошло в минувшую пятницу в Государственном Совете Удмуртии. На встречу с общественными деятелями и политиками были приглашены студенты из Сарапула. 12 мая в Госсовете Удмуртии прошел традиционный урок памяти, посвященный Дню Победы. Он был организован для воспитанников школ, курсантов кадетских классов и студентов Ижевской Сарапула. Перед началом мероприятия они познакомились с экспозицией общественной организации «Долг», которая представила оружие и вещи времен Великой Отечественной войны, найденные во время экспедиции по местам боев. Урок памяти провели депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин и руководитель фракции «Единая Россия» регионального парламента Алексей Прасолов. Гостями мероприятия стали комиссар Удмуртии Александр Комлев и ветераны подразделений особого риска. Открыла урок руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева Светлана Кривилева. Алексей Прасолов отметил, что урок памяти проводится для того, чтобы рассказать молодежи о том, что именно советский народ вынес основные тяготы Второй мировой войны. Он также рассказал о той роли, которую сыграло возглавляемое им главное управление специального строительства по территории Урала в годы Великой Отечественной войны. «Государство должно быть сильным всегда. Мы это доказали Великой Отечественной, что мы сами сильны. Мы победили фашизм. Я сегодня рассказывал ребятам о том, что делает наш строительный комплекс в целом по России». Алексей Прасолов напомнил также о том, что в 1943 году коллектив предприятия построил очень непростой объект – цирк. По его мнению, это был не только трудовой, но и духовный подвиг. «Мы знаем, для чего живет наша страна. Мы ее любим, мы ее уважаем. И вот это мы и старались сегодня донести нашим молодым ребятам и девчонкам. Мне кажется, что это удалось». Не первый год активными участниками данного мероприятия являются студенты Сарапольского индустриального техникума, зарекомендовавшие себя и в учебе, и в общественной деятельности. В этот день им торжественно были вручены благодарности от фракции «Единая Россия». «Я рада, что оценили мои успехи в учебе и в исследовательских работах, и вручили благодарность за активную общественную деятельность». «Удмуртия внесла весомый вклад в победу советских войск. Она потеряла в ней 140 тысяч человек. Мы должны помнить и гордиться своей Родиной». Поддержать своих учеников на мероприятии приехали и их преподаватели. «Студенты Сарапольского индустриального техникума ежегодно приглашаются на такие торжественные патриотические встречи в Госсовет. Мы очень рады, что мы приняли участие, что многие студенты отмечены благодарностями, и ту информацию о строителях особого назначения мы обязательно будем использовать в учебном процессе». «Для меня, как молодого преподавателя, большая честь участвовать в данном мероприятии – уроки мужества. Урок мужества – это урок, который позволяет нам лучше узнать историю нашей Родины. И это урок, прежде всего, который позволяет нам понять, что мы должны гордиться нашей Республикой». По мнению организаторов урока мужества, чтить нужно не только память и историю страны, но и тех, кто поддерживает активную гражданскую позицию, а именно представителей молодежи, так как от них зависит будущее страны. «Сегодня 22 человека из Сарапольского индустриального техникума стали свидетелями такого замечательного, грандиозного события. Ребята познакомились с историей Великой Отечественной войны, познакомились с теми героями, которые не вернулись с войны. И я думаю, эта встреча была просто незабываемой. А самое главное, ребята смогут понять, с кого же сейчас брать пример». Предпринимателям из Сарапола представили обзорную экскурсию по городу Сарапол-Купеческий. О том, как оценили мероприятия представители бизнеса, расскажем в нашем следующем материале. Новый взгляд на родной город. Именно так можно охарактеризовать мероприятие, организованное для частного бизнеса Сарапола представителями туриндустрии. Вниманию городских предпринимателей была представлена экскурсионная программа «Сарапол-Купеческий», где им рассказали об истории Сарапола, его архитектуре и выдающихся жителях. Участники программы побывали у памятника Надежды Дуровой. Узнали интересные истории из ее детства и юности о верном коне Алкиде и любимых местах на Урал-горе. Проехали на большом туристическом автобусе по улицам Старого Сарапола. Прошлись по царь-дому городского головы Павла Андреевича Башенина, историческому зданию, где сегодня расположен медицинский центр «Камский доктор». Прогулялись по аллеям художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина». Очень мне нравится эта экскурсия. Столько познавательных и интересных моментов есть. Оказывается, город Сарапол у нас. Про город Сарапол можно очень много рассказать. Завершилась экскурсия, как это и было принято в радушном купеческом Сараполе, вкусным угощением и обменом впечатлениями об увиденном. Сегодня мы посетили много интересных мест города Сарапола. Хоть я сам и сарапольский, но на самом деле получается так, что много чего и не знаешь, что было раньше. Очень великолепное впечатление о всех зданиях, о всех памятниках архитектуры. Одной из целей мероприятия было вовлечение предпринимательского сообщества в сферу развития туризма в нашем городе. И, как признаются представители бизнеса, организаторам это удалось. Появились новые идеи и предложения. Хотелось, чтобы уделили нашему городу больше внимания на тему его красоты. То есть, чтобы убрали все те старые здания, которые не соответствуют облику купеческого города. Чтобы привели в порядок рекламу на зданиях, потому что получается так, что она не комплексная. Считаю, что ее как-то нужно разработать, как это делается в современных городах, чтобы Сарапол был в едином историческом стиле. Этой весной в Сараполе прошел фестиваль дошкольного творчества «Хрустальная капелька», который по праву является одним из любимейших мероприятий самых юных горожан и их родителей. Городской фестиваль дошкольного творчества «Хрустальная капелька» прошел на сцене Дворца культуры радиозавода в конце апреля. В этом году участие в нем приняли 29 дошкольных учреждений. Свои таланты зрителям демонстрировали более 360 воспитанников детских садов Сарапола. А поддержать их в этот важный день во Дворец культуры пришли их родственники и друзья. Почетными гостями мероприятия стали депутаты Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов и Алексей Малюк. В рамках объявленного в России Годы экологии сцена Дворца превратилась в лесную поляну, на которой воспитанники дошкольных учреждений города показывали свои замечательные творческие номера. На протяжении всего концерта с ребятами на сцене были харизматичный Дед Мазай, Зайцы и Лиса. В программе прозвучало много добрых и чистых песен, стихов, ярких и красивых танцевальных композиций. Всем дошкольным учреждениям были вручены дипломы и памятные подарки, а участникам сладкие угощения от спонсоров. В номинации «Веселый каблучок» дипломами отмечены воспитанники детских садов номер 2 и 43. В номинации «Звонкие голоса» детские сады номер 27 и 46. В номинации «Ярмарка красок» 37 и 12. А в номинации «Чудесство» победителями стали 20 детских садов участников. Кроме этого, специальным дипломом за волю к победе были награждены детский сад номер 3 и 13. В номинации «Художественное слово» детский сад номер 35. «Литературная весна» «Литературная весна» – фестиваль краеведческой книги с таким названием прошел в Сарапуле в конце апреля. В рамках программы прошла ежегодная акция в поддержку книги и чтения «Библия ночь». Формат ежегодной акции «Библия ночь» в этом году был не совсем обычный. В Сарапуле она прошла в рамках городского фестиваля краеведческой книги «Литературная весна». Мероприятия фестиваля проходили в течение двух дней – 28 и 29 апреля. В первый день Центральная детская библиотека, библиотеки «Солнечная» и «Южная» пригласили юных горожан на игровые программы по книгам издательского проекта «Память Сарапула». В Центральной городской библиотеке имени Крупской состоялась презентация сборника «Жернова». Основное мероприятие первого дня фестиваля – презентация новой книги «Жернова» – издательского проекта «Память Сарапула», который вот уже более 12 лет удерживает интерес читателей не только к литературным текстам переизданных произведений, но и к неожиданным открытиям, новым именам, судьбам людей, связанных с историей Сарапула, Удмуртии, России. В ней представлены повести Вадима Фролова «Жернова», Александра Кривоногова, распрощавшись с Колымской тайгой, очерки и статьи, а также исследовательско-краеведческие материалы о трагичном периоде истории нашей страны 30-40-х годов прошлого столетия. Сборник «Жернова» включает повесть «Жернова», но нигде она так, как у нас не издана. Почему? Потому что помимо самого текста великолепного, мы постарались все персоналии для современного читателя представить в этой книге. Гости фестиваля «Литературная весна» высоко оценили уровень организации и роли библиотек Сарапула в воспитании подрастающего поколения, сохранении литературного наследия. Сегодня мне довелась честь выступить на фестивале первом, и хотелось, конечно, рассказать больше о земляке нашего района, Кривоногове Александра Александровича, чья повесть вошла в сборник «Жернова». Ну и, собственно, выступая, рассказывала и о самом Александре Александровиче, и о его связи, и о роли в его жизни Акиасова, и города Сарапула. Ну и приятно, конечно, что так много зрителей и так много заинтересованных людей. И, конечно, хочется оценить огромный, колоссальный труд, который проделали сотрудники, которые работали над этой книгой. Новое издание шикарное во всех отношениях и, прежде всего, в своем подходе. Это действительно необычное издание, потому что это не просто переиздание прежних книг, а здесь вот эта концепция, она охватывает именно всех политических репрессированных, связанных с Сарапулом. Здесь, конечно, большую роль играет то, что этот двигатель, вот руководители, которые здесь, и библиотека, библиотека – это все. Потому что книга, надо поднимать книгу. И недаром сейчас сделали, что вот эти сочинения пишут, да, это тоже много значит. Также участников акции в этот вечер ждали творческие площадки по интересам. В музее «Литературное древо Сарапула» – экскурсия по новой экспозиции «Жернова». Гость из Санкт-Петербурга поэт Александр Фролов поделился секретами мастерства, прочел свои лучшие произведения. А любители интеллектуальных развлечений ждали настольные игры. Работало традиционное интернет-кафе. Финалом первого дня литературного фестиваля стал концерт с участием творческих коллективов города «Тебе, Сарапул». А также, конечно, традиционный библиопирог. «Я, не знаете еще, на этом свете есть такая же сна. Я, пожалуй, отпущу свободный ветер и осталась навсегда». Во второй день акции Центральная библиотека вновь встречала гостей. Здесь состоялась презентация поэтического сборника Светланы Бурашниковой «Слышу сквозь века». Свободной крови вечный зов не усмирить веками. Освободившись от оков, несется дочь тарпанов, несется в степь, где росы вновь напоят чистой влагой. Где топот вольных табунов, как гимн ее отваге, в веках никем не истребим. И будут мчаться кони, и смеет ветер лишь один их гривы смело тронуть. Далее гости второго дня фестиваля приняли участие в торжественном открытии арт-галереи с тематической выставкой «Поэзия и проза живописи». В Большом зале библиотеки имени Крупской подвели итоги и наградили лучших участников всероссийской акции «Тотальный диктант». Впервые прошла церемония награждения отличников и ударников всероссийской акции «Тотальный диктант». Акция проводится в Сарапуле в третий раз. В этом году рекордное количество отличников – 4 человека в городе Сарапуле. Всего участие в акции приняли 96 человек. Завершением фестиваля «Литературная весна-2017» стала квест-игра для старшеклассников в уездном городе С и пешеходная прогулка с рыжей девочкой по Сарапулу. В ходе месячника по благоустройству города муниципальная милиция города Сарапул напоминает руководителям управляющих компаний и ТСЖ, а также собственникам жилья, что порядок на прилегающей территории объектов, находящихся в их ведении, является зоной их ответственности. С началом весенних субботников по очистке дворовых и прилегающих территорий жители города активно включаются в процесс, и это радует. Есть и негативный момент – вырастающие бесхозные кучи мусора, состоящие из обломков старой мебели и различных бытовых отходов, ответственность за вывоз которых полностью возложена на физических лиц, на прилегающей территории которых он располагается. Данные факты будут оцениваться как нарушение правил благоустройства города Сарапула и отрабатываться муниципальной милицией. Типичная ситуация – свалки, которую образовали жильцы по улице Советская. После уборки прилегающей территории к многоквартирным домам они должны вынести мусор, чего по данному адресу не сделано. Яркий пример нашей работы – то, что будет выписано уведомление об устранении нарушения правил благоустройства города по уборке территории. Представители муниципальной милиции при обнаружении несанкционированных свалок будут уведомлять о нарушении. Если в указанной в уведомлении сроке нарушение не будет устранено, то в дальнейшем будет составлен протокол, предусматривающий штрафные санкции. Муниципальная милиция города обращает особое внимание всех собственников жилья, а также руководителей управляющих компаний и ТСЖ. Порядок на прилегающей территории объектов, находящихся в их ведении, является также зоной их ответственности. В настоящее время каждый житель города Сарапула, проживающий в частном секторе, может посредством заключенного договора с управлением благоустройства вывозить мусор по согласованному графику. Представители муниципальной милиции призывают жителей воспользоваться этой возможностью. Только совместными усилиями мы сделаем наш город чище. 21 мая – Международный день памяти жертв СПИДа. Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ около 900 тысяч человек. Каждый час в России заражается ВИЧ-инфекцией 10 человек. С 15 по 21 мая 2017 года проводится всероссийская акция «Стоп ВИЧ СПИД». Пройти тестирование можно в любом учреждении здравоохранения города по месту жительства. Консультацию специалистов можно получить в Сарапульском зональном центре СПИД по адресу Сарапул, улица Гагарина, 67Д, на территории городской больницы. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. А мы прощаемся с вами. Добрых вам дел и добрых вестей. Добрых вам дел и добрых вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова